Здравствуйте, уважаемые садоводо-городники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Приветствую я вас в нашем рассадном царстве государств. И сегодня хочу показать вам, как выросла рассада томатов, которая уже полностью готова к пикировке, с какой корневой системой, с какими вершками. Ну вот, в самом простом варианте, абсолютно никаком непрофессиональном, самым, что не есть любительском, семена томата индетерминатного высевались вот в такую вот почву. Почва, конечно, непростая, то есть это был, безусловно, торфяной грунт, который немножечко сдабривался глиной, для того, чтобы немножко его утяжелить. Никаких удобрений туда не добавлялось, а сразу же при приготовлении этих грунтов я в обязательном порядке всегда добавляю какие-нибудь из биопрепаратов. Ну, сюда обязательно были добавлены препараты серии Профит. И триходерма, и баверия, и метаризиум. Я не люблю этих мушек, которые летают черные, я не люблю этих дрозофилок, я не люблю болезней, чтобы там падала эта рассада. Вообще ни одного, ни одного сеянца не упало вообще. В этом сезоне никаких не было рисков, ничего абсолютно. Поэтому обязательно, конечно, триходерма добавлялась, сразу вмешивалась в почву, и баверия, и метаризиум. Они из Профита все дружат. И высевались обыкновенным образом семена. Рассада, семена на рассаду высевались достаточно поздние сроки, поэтому подсветки здесь не было, всё росло на естественном освещении. Никакой подкормки, ещё раз повторюсь, не было. Очень было важно, чтобы растения испытали дефицит фосфора. А питались они его до этой стадии тем, что было в самой почве, тем, что было в циолитовой крупке от препаратов серии Профит, и тем, что накоплено было в самой почве, естественно, и в самих семенах. То есть они питались ещё на ранней стадии запасами самого семечка. Благодаря соблюдению вот этой технологии, о которой я рассказывал из ролика в ролик, у нас получилась очень хорошая, красивая и компактная рассада. Вершки получились маленькие, зато посмотрите, какие мощные, прям мощнейшие получились корешки. Корневая система является залогом успеха у томата, хотя он очень хорошо восстанавливает корневую систему тоже, он вообще хорошо восстанавливается. Киньте пасынок на землю, он через неделю уже укоренится и будет расти. Но для перца, баклажана и многих других растений, это залог, абсолютный залог успеха выращивания рассады. Ну, заодно можете посмотреть на перчики, которые я высевал на поролоновую губку, с добавлением поролоновой губки, пропитанной препаратом, жидким препаратом триходермой. Ну, можете вспомнить этот ролик, как всегда, связанные видео по нажатию на описание видео, а также на верхний правый угол на латинскую буквочку И. Смотря кто, где, чего, как смотрит, YouTube дает такую возможность. Далее, теперь, конечно, следует пикировка. Что делать с пикировкой? Как пикировать? Ну, пикируется, слушайте, совершенно обыкновенно. Вытряхнули, осмотрели корневую систему, она хорошая, красивая, полноразвитая, даже такая мочковатая какая-то образовалась, без каких-либо признаков гнили, болезни. Она должна быть равной или превышать по своей длине верхнюю часть. Растим же мы сейчас корни на стадии рассады, урожай будет потом. Чем же пролить растение после пикировки, сразу после пикировки? В обязательном порядке никаких подкормок, никаких минеральных удобрений сразу после пикировки делать надо. Первые подкормки раствором лучше осмокота нужно давать в период через 2 недели после пикировки, после того, как она уже хорошо прижилась. А сейчас очень важно пролить нашу рассаду каким-то из жидких препаратов на основе псевдомонат лучше всего, но также на основе сенной палочки я возьму, например, препарат, который называется Флорис Стимул. Я его наращиваю сам, благо и вас учу это делать, наращивать, поэтому мне нет нужды использовать там коммерческие упаковки. Ну, кому, как получается, это уже не у каждого получится, но пробовать, безусловно, надо. Потому что это еще сильнее будет стимулировать рост корневой системы, а также еще сильнее будет стимулировать нарастание мощных корневых волосков, колонизацию корней полезными микроорганизмами, и будет защищать всю корневую систему от всех инфекций, которые называются рождаемые из почвы. В первую очередь инфекции увядания. Ну, и не лишний напомнить, что в обязательном порядке при приготовлении таких смесей я обязательно все равно добавляю туда на циолитовой крупке препараты серии Профит обязательно, ну и в обязательном порядке на дно кладу чайную ложечку моего этого магнита, такого притяжителя корней. То есть кладу циолит, напитанный растворами, в первую очередь азота и фосфора, именно туда, ко дну будут стремиться корни, поэтому там такая чайная ложечка на почти пол-литра грунта, прямо на дно укладывается, и потом делается пикировка. Что ж, вот это самое лучшее, что вы можете дать своим растениям. Конечно, у кого-то бедноват грунт был до пикировки, значит, подливали раствором лучше осмокота или там подкормка на хлорофилл, очень хорошо. У кого-то слабовата была рассадка, может, желтенькая тянулась, где-то холодновато было, корни плохо росли. Значит, подливали томатной подкормкой, это тоже очень хорошо, правильно. Но все эти подкормки после пикировки через две недели, не раньше. И томатная, и на хлорофилл, и лучшая осмокота, и все остальное прочее. Пусть корни возьмутся, пусть как следует начнут расти вниз горшочка. Это залог успеха и уже взрослой рассады. Что касается подкормки, рассады во второй половине выращивания, я вам в обязательном, в обязательном порядке об этом расскажу. Это особый раствор, который можно приготовить абсолютно бесплатно. То есть, это даже не надо томатную пасту в магазине покупать, или хрен тереть, там, или что-то еще, да, ну, если покупать его. Можно вполне обойтись абсолютно бесплатным отходом, который образуется у многих в домах. И это будет обязательная и очень хорошая подкормка во второй половине вегетации рассады. И петуньи, и томата, и баклажана, и перца, и много... Это одна из причин, вот эта подкормка снимает одну из причин, по которой рассада во второй половине вегетации перестает нормально расти, несмотря на какие-то там регулярные подкормки хорошими составами, даже там лучше осмокоты, другими, она все равно как-то не очень может хорошо расти. Я расскажу об этой важной причине, и расскажу о том, как это поправить абсолютно бесплатно. Помните, на канале Ивана Вановка мы сейчас много очень времени уделяем продуктам, технологиям, которые не надо покупать, или можно купить за копейки. Но что касается триходермы, баверий, метаризиума, вы их, пожалуйста, в любом виде покупайте и применяйте. Иначе вы потом, ну понимаете, покупать средства защиты, это только плати, 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 понимаете? Сейчас все это, если сам не выращиваешь, если сам где-то не умеешь достать, если сам где-то не умеешь понять, какие есть экономные, экономичные технологии, если не послушали блогера там, или услышали неправильно, или получили плохой совет вместо хорошего, то можно вылететь с этим сельским хозяйством, будет трубу. Ребята, я зашел в магазин вчера, посмотрел, сколько стоит медный купорос. Вот это все, я уже кусаю локти, потому что я не купил этого медного купороса заранее. Схватил железный по старым ценам, но медный уже все подорожало, уже все подорожало страшно. Поэтому будем работать на том, что можем сделать сами, что можем вырастить из-за квасок, ну не можем вырастить, пользуемся. Так, по крайней мере, это избавит нас от массы хлопот в будущем, когда урожай уже начнет нарастать. На этом я прощаюсь с вами. До очень скорой встречи!